Приветствую вас. Я прочитал ваш текст. Смотрю много, достаточно вы уже получили ответов на свой вопрос. Ответы самые разные, вот. Все они объединяют в себе, по большому счету, ну большинство ответов объединяют в себе идею о том, что бабочку изменить нельзя, и что в общем-то нужно начать с вас. Не противопоставляя этой позиции свою, я хотел бы посмотреть на ситуацию, которая у вас произошла, под несколько иным углом. Давайте просто проанализируем с вами. Вот вы вместе со мной, постарайтесь проанализировать. Бабушка, сколько ей лет? Какая у нее была жизнь? Чего она лишилась? Ведь она, судя по всему, живет одна. Какие у нее желания? Чего она хочет? Что ей нужно? Чего боится? Какой бабушка была всю жизнь? Какой бабушка стала теперь? Необходимо проанализировать, что хочет бабушка, что нужно ей? Что ей необходимо? Я, конечно, не знаю, но с учетом того, что дочери вашей девятнадцать лет, там, ну вам где-то, наверное, за тридцать, может быть, около сорока, то бабочке где-то лет, ну, семьдесят плюс. Да? И в этом возрасте, скорее всего, человек достаточно быстро устает. Ну, не думаю, что для вас это какой-то секрет или тайна, что человек быстро устает, может быстро уставать. То есть, вы имеете дело с престарелым человеком, которого вы представляете как тирана. Вот, в треугольнике Карпмана, да, в треугольнике, да, в треугольнике Карпмана, есть такая позиция, тиран, тот, кто подавляет, тот, кто принижает, тот, кто угнетает, тот, кто преследует, вот. Есть позиция жертвы, это тот самый угнетаемый, преследуемый, унижаемый. И есть позиция спасателя, тот, кто спасает, собственно говоря, жертву и, в общем, помогает ей и так далее. Так вот, бабушка представляется вам жертвой только потому, что и вы, и ваша дочь, и, может быть, даже муж ведете себя как жертва. То есть, вы не берете ответственность за то, что делаете, не берете ответственность за свой выбор, за свое решение. Вот, мой коллега Борис Негиворов сказал, что бабушка находится на своей территории, в своем доме и правило становилось в своей порядке. И, в общем-то, он прав, в том плане, что территория бабушки, а дочь приехала к ней, значит, приехав к ней, она должна играть по ее правилам, по правилам бабушки. Это справедливо. Это справедливо. Ведь она ее гость. Но, если изучить характер бабушки, если изучить ее желание, если изучить ее поведение, если понять, чего она хочет и обратить против нее же, собственно, ее саму, да, ее потребности. Либо выработать защиту психологическую от нее, то проблема решится. Потому что, понимаете, вот, то, что бабушка очень давит на дочь и доводит ее до слез, да, это реакция бабушки. Ой, это реакция дочери, простите. Это реакция дочери. Это реакция дочери, но ни в коем случае не реакция бабушки. То есть, эта дочь так реагирует на, собственно, поведение бабушки. Почему? Это уже большой вопрос. Тут, конечно, есть определенная сложность. Сложность в том, как вы воспринимаете свою дочь. Сложность в том, какие у вас требования к ней. Или, скажем так, какие у вас отношения. Вы говорите, что отношения доверительные и что она вам все рассказывает. Это отчасти хорошо. Но, одновременно с этим дочь не имеет личных границ своих-своих. И из-за этого такие люди, как бабушка, а бабушка могут оказывать на нее давление. Сейчас это бабушка. И, в общем-то, это по жизни меньше из зол. Потому что другие люди будут давить еще сильнее и куда более жестче, куда более жестоко, чем она. Потому что бабушка, по сути, давит. Может быть, да, доводит до слез, но ничего за этим не следует. Вот. И здесь, конечно, поскольку вы выступаете посредником, здесь лучше всего работать с дочерью. То есть вам, вот вам, нужно определиться с тем, как именно вы хотите изменить ситуацию. То есть грамотно изменить ситуацию и чтобы что? Чем вы хотите? Чтобы бабушка прекратила себя так вести? Она, скорее всего, не прекратит. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока не будет изучено ее поведение. До тех пор, пока не будет понятно, в какую игру она играет. И не будет выработан антитезис и соответствующее поведение. Да, дочери. В том числе и ваша тоже. Если вы хотите, допустим, чтобы дочь перестала реагировать так, то это нужно работать с ней. Потому что вы говорите, что в социальном плане она несколько отстает от своего возраста, и это достаточно серьезно. То есть как бы ей нужна помощь, чтобы наверстать свое отставание. Вот. То есть здесь такие вот два направления, два вектора. Вот. Помимо тех, что вам сказали мои коллеги, да? Вот. Теперь дальше идем. Я прочитаю ваш текст и еще дам несколько комментариев по поводу текста. Свекров говорит блока про меня, дочери. Значит, знаете вы свой вопрос. Значит, здесь, как правило, Имеет место быть конкуренция. И недостаточная значимость. То есть бабушка живет одна. И, в общем-то, чувствует, наверное, свою ненужность. Чувствует, наверное, свою никчемность. Чувствует, что ее жизнь, наверное, закончилась. Ну, по сути, да? Прошла к концу ее жизнь. Вот. Что она никому не нужна. Вот. И активно пытается приобрести хоть какое-то влияние, влияние для того, чтобы почувствовать вновь себя живой. И поскольку дочь является слабым звеном, да? То есть она неустойчива в этом плане, внушаемая. Вот. То бабушка успешно использует ее для того, чтобы за счет, за счет ее, она же самоупердится не только перед ней, но и перед вами и перед, возможно, даже своим сыном. Вот. То есть это классическая история, когда, значит, нужно подавлять кого-то, да? Это классическая история, когда пожилой человек остается один, вот, потому что не смог выстроить каких-то адекватных связей с людьми, да? Ведь не случайно она живет одна в своем, там, доме, да, или квартире, вот. Я думаю, что совершенно не случайно. Вот. То есть первое, что нужно, это увидеть, увидеть вот этот вот аспект, аспект, который стимулирует бабочку говорить плохо о вас, о вашей дочке. Вот. То есть, делаю все не в вас лично, и вот то, что вы обижены на свекровь, это подтверждает то, что вы сами, сами, либо не до конца понимаете природу поведения бабушки, либо у вас тоже есть какие-то, ну, может быть, проблемы, может быть, какая-то, какая-то неуверенность в себе, вот, может быть, что-то еще, вот. То есть тут вот нужно тоже, конечно, разбирать, что нужно разбирать, как и, значит, почему вы так реагируете, да, то есть почему вы обижаетесь на нее. Дальше. Так. У нас прекрасные, прекрасные родные отношения, мы живем в области, к чему вы это написали, не очень понятно, Ольга. В этом году она поступила в институт и переехала жить к бабочке. Дальше. Ну, вот смотрите, вот здесь у вас такая история, да, что он переехал, переехала жить к бабочке дочь, да, вот. Ага. И поступила, соответственно, в институт. Институт. Вот тут важно отметить, были ли в курсе вы и, собственно, значит, дочь о характере бабочки. То есть, знали ли вы, знали ли вы, какая она бабочка, я имею ввиду, что из себя представляет? Какие были, грубо говоря, ожидания у вас и у дочери, когда она переезжала, собственно, к бабочке. На самом деле, это очень важный момент, потому что ожидания, они должны, ну, чем-то подкрепляться, да. И если ожидания не подкреплены ничем, да, вообще, вообще, вот, то получается, что они беспочвенны. Итак, когда, когда дочь переезжала к бабочке, чего она ожидала? На что она рассчитывала? И на что рассчитывали вы? То есть, решение, которое было вами принято, да, по переезду, решение, которое было принято вам по переезду, нуждается в оценке. Насколько это было, там, осознанное решение, допустим, насколько это было сознательное решение, допустим. Насколько это было, эээ, как бы, как бы, взрослое решение, я даже так скажу. Вот. Понимаете? Вот этот момент является очень важным. Дальше. На выходные они приезжают к нам. Тут тоже интересно. Бабочка приезжает на выходные к вам. Зачем? Бабочка очень давит на дочь. Как давит? Чем давит? Да? То есть, эээ, чтобы давить, эээ, нужно, ну, нужно какое-то обоснование. Нужны какие-то обоснования, чтобы давить на, на человека, да? То есть, эээ, бабочке должно, эээ, по факту, эээ, что-то не нравиться. Бабочку, эээ, должно, эээ, что-то не устраивать. Вот. Значит, тут нужно разбираться, что именно. Что именно является, эээ, основой для того, эээ, чтобы, эээ, бабочка давила на дочь. Вот. И чем она доводит ее до слез. Еще раз повторю. Эээ, ваша дочь, да, пусть она и, эээ, отстает в социальном развитии, да, пусть она отстает в социальном развитии. Но, но, эээ, это ее ответственность, дочери, что она, эээ, как бы, ну, скажем так, доводится до слез. Вот так, что, что какие-то, какие-то действия бабочки вызывают у нее слезы. То есть, это ее реакция, и ее реакция нуждается в, эээ, собственно, корректировке и изменении. Понимаете, да? То есть, не бабочка нуждается в корректировке изменений. И даже не вы, поскольку, поскольку, эээ, поскольку вас и, эээ, эээ, значит, ээээ, вас и ее, эээ, по факту, все устраивает. Вот. А именно, именно, а именно, дочь. Потому что она здесь, по сути, самая слабая и самая незащищенная. Эээ, я думаю, что эээ, это нельзя игнорировать. Может быть вы, ээээ, посчитаете ээээ, мою позицию слишком жестокой. Но если вы поможете, поможете дочерям своей, то она никогда, она рискует никогда не адаптироваться к реалиям взрослой жизни. Вот. И это, конечно, наверное, не то, чего бы вы хотели. Вот. Как я думал, как я думал, по крайней мере. Дальше. Так. Она запрещает дочери рассказывать нам об их жизни и разговорах. Здесь тоже, ну, достаточно интересная позиция. То есть, дочь, получается, ведет с бабочкой разговоры. Ну, какие-то. Да? Я, конечно, не знаю. Вот. Но не кажется ли вам несколько странной позиция, что она ведет разговоры с той, кто ее давит, кто на нее давит? Вот. Мне кажется, это, по меньшей мере, ну, нелогично. Тут тоже нужно разбираться. Дальше идем. Хорошо, что у нас с дочкой хорошие отношения. Она может со мной всем поделиться и обсудить. Ну, насколько это хорошо, насколько это хорошо, я пока сказать не могу, да. Насколько хорошо, что она может поделиться с вами, всем, да, что ее беспокоит и тревожит. Вот. Потому что, если бы она не могла поделиться с вами, может быть, это бы стимулировало бы ее к тому, чтобы она, ну, в большей степени, как-то старалась социализироваться. Да. Ну, вот. То есть, тут момент, конечно, такой двоякий. Но, тем не менее, тем не менее, она делится с вами проблемой. Да. Ого. И если она делится с вами проблемами, но ничего не происходит, да, то есть ничего не меняется. Что вопрос тогда возникает, а какой здесь смысл делиться проблемами, какой смысл в том, что она вам рассказывает. Это, по сути, может превратиться в такой, знаете, как ритуал. Вот. То есть, это, по сути, может быть, привычку жаловаться. Вот. И весь вопрос в том, на самом деле, кто от этого выигрывает. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, никто. На мой взгляд, никто от этого не выигрывает. Ну, может быть, вы считаете по-другому. Да. Дальше. Ну, ни я, ни муж, ни муж, не можем открыто поговорить с бабушкой и изменить ее давление, потому что таким образом она узнает, что дочь рассказывает об ее жизни и устроит ей скандал. Бабочка, пожилой человек, устроит дочери вашей, которая вроде как, ну, может быть, она и имеет определенные проблемы, да, но она все же достаточно уже взрослая, да, вот. И дочь боится скандалов, ну, получается, получается так, я, конечно, не знаю, вот. Это вот то, что, то, что, то, что вы хотите сказать. От горя такой страх скандалов, скандалов у дочери. Что бабушка может сделать дочери? Знаете, от горя такая зависимость у дочери. Так, каждый раз, когда муж не выдерживал и высказывал своей маме свое отношение к ситуации, она мстилась за эту дочеру. Ну, понимаете, месть, это, как, ну, я вот не знаю, насколько, ну, насколько могу, значит, вам, с вами быть откровенным, да. Месть это играл. Это просто игра. То есть бабочку, получается, там, как-то, значит, унизили, да, бабочка считает, что ее унизили, бабочка считает, что она сделала что-то не так, ну, то есть, что ее не поняли. И она отреагирует это на дочери, что стремится к гомеостату, вот. Это одна из причин игр, всех психологических игр стремления к гомеостату, вот. И на мой взгляд, вот на мой взгляд, как мне кажется, то, что вам необходимо сделать, да, это все же изучить, изучить бабочку, изучить ее модель поведения, да, то есть, чего она хочет, для чего она это все делает, вот. Чтобы дать ей антитезис. Потому что, пока что, при любом раскладе, абсолютно при любом раскладе, она выигрыша. И до сих пор, пока она выигрыша, ситуация, конечно же, не изменится. Дальше идем. При нас в игре демонстрирует прекрасное отношение к дочери и ко мне. Вот тут нужно и понять, что стимулирует ее так себя вести. Так почему, откуда такая двойственность? С чем эта двойственность связана? Ведь если бы она, значит, ну, если бы она действительно была бы негативно настроена так, да. против вас и дочери, что она бы и при вас вела себя так же. Ибо все равно вы ничего не могли бы ей противопоставить. Ведь, как я понял, у вас есть определенная необходимость в том, чтобы дочь жила именно у нее. Я могу ошибаться, но мне показалось именно так. И вот здесь нужно еще раз обратить внимание на то, чего хочет бабушка, что ей нужно, какую цель она преследует. Понимаете? Вот. Как только вы сможете это понять, как только для вас это будет ясно, вы сможете это использовать. В том числе, в том числе и для того, чтобы облегчить жизнь вашей дочери. Вот. Ну, если у вас вот изначально, да, именно такие цели. Дальше идем. Так, значит, ну, у тебя дома она ведет себя иначе. Ну, она, в принципе, имеет право это делать, да, как уже сказали мои коллеги. К моему ужасу я услышала, мы с дочерью были в кайф, как она сказала, что должна меньше слушать мои советы. Кто? Потому что я абсолютно... А, она должна слушать мои советы меньше. То есть бабушка должна меньше слушать ваши советы. Потому что я абсолютно защищаю для нее женщин. Вы пишете, к моему ужасу я услышал это. Скажите, вот, ага, просто скажите мне, пожалуйста, разве, разве человек, который ведет себя, так, с... с вашей дочерью, мне дал понять уже, что вы чужая для нее. То есть вам нужно еще какие-то, значит, подтверждения. Вам нужны еще какие-то подтверждения того, что вы для нее чужая. Неужели вы не догадывались о том, что она вас таковой считает? Что вы для нее представляетесь, скорее всего, скорее всего представляетесь той, кто мешает ее взаимодействию С, например, с сыном. Вот. Допустим. Это как один из вариантов ее игры. То есть здесь уже ваша реакция, ваш ужас нуждается в исследовании, потому что очевидно, что вы ожидали чего-то другого. Очевидно, что вы хотели чего-то другого. Очевидно, что вы ждали чего-то другого. Я задаю вам вопрос, Олька. Как можно угнетать ребенка, да, и при этом любить его родителей или его родителя? Ну, если только вот это не сын вашей свекрови, да, то есть ваш муж. Вот. Дальше. Я не знаю, как мне на это реагировать. На самом деле никак. Никак не реагировать, потому что у бабушки, у свекрови, вероятно, уже возрастные изменения какие-то происходят. Вот. Что, в общем-то, нормально. А вы все это воспринимаете всерьез. И ваша основная проблема в том, что вы бабочку воспринимаете чересчур всерьез. Вот. Я очень обижен на свекровь, но опять же, опять же, Ольга, понимаете, тот факт, что вы обижены на свекровь, говорит о том, что вы так или иначе воспринимаете ее, свекровь, то есть всерьез. Вот. А всерьез воспринимать свекровь нельзя, потому что, как бы, серьезный человек, да, серьезный человек, он не стал бы так вести себя, как ведет себя она. Знаете, и тот факт, что вы обижаетесь на нее, говорит о том только-только, что вам вас это задевает, что вас это напрягает, что вам это неприятно, понимаете. Вот. Что вы не можете относиться к бабочке, как к кому-то, кто, ну, к сожалению, уже не очень адекватно воспринимает окружающий мир. Ну, бывает такое-такое. Вот. Понимаете? Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно, как бы, исследовать уже вашу реакцию. Да? То есть я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю. Да? Я не могу знать. Но вы, вы даете ей какие-то советы, зачем, с какой целью, вы ожидаете, что она будет их выполнять, эти советы. Вы ожидаете, что? Что вы сможете с ней отношения хорошие построить, знаете. Или, может быть, вы думали, может быть, вы думали, что она к вам хорошо относится. Понимаете? Вот. То есть мне кажется, что здесь у вас есть тоже некая такая, знаете, как бы это сказать? Отдаленность от... 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 Восприятия. Отдаленность от... От... Знаете как? От реального мира. Вот так. Я бы сказал. Я бы сказал. Да? Вот. Вот. Поэтому мне кажется, мне кажется, что вот это надо бы вам уже самой, да, поисследовать. И по... Изучать. Потому что все-таки, все-таки, тут есть что-то, мне кажется, тут есть что-то из вашего такого, такого... Болезненного восприятия, скажем так, того, что происходит. Дальше идем. Дальше идем. Ага. Я очень обиден, что на наши отношения с дочерью это не повлияло. Интересно, что вы об этом написали. На... На... Что на наши отношения с дочерью это не повлияло. А... Простите. Пожалуйста. Да? А должно было повлиять? Или как? Вот. Вы считаете, что он... Ну, вы считаете, что он... Должно было повлиять? Вы считаете, что он... Эм... Значит, эээ... Для этого были основания? Чтобы... Что-то произошло между... Вами и бабочкой, причем... Достаточно... Эээ... Заочно. Да? Вот. Эээ... Должно было повлиять на... 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 На ваше отношение с дочерью. Почему... Вы так считаете? Из-за чего... Вы так считаете? Вот. На... На мой взгляд, это... То, что... Эээ... Так же... Вам нужно... Рассмотреть. Ну, хотя бы вот... Ах... Хотя бы... Для себя... Эээ... Самой. Дальше. Вы скажете, что 19 лет, это взрослый человек, но она очень домашний и послушный ребенок. Эээ... Я верю... Вам, Ольга, в том, что она домашний и послушный ребенок. Я верю. Ни в коем случае в этом не сомневаюсь. Но... Есть у этого... Эээ... Всего... Одно но. Эээ... Знаете, какое? Эээ... Но у этого всего... Следующее. Даже если... Она... Эээ... Эээ... Послушный... Ребенок... Как вот... Эээ... Вы... Ну... Как вы говорите. Да? То это... Не отменяет... Того факта. Да? Это не отменяет того факта. Эээ... Что... Ей нужно быть... Эээ... 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 Ну... Несколько... Самостоятельный. Все. Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... Эээээ... Ээээээ... вот, и так далее, на мой взгляд, на мой взгляд, это пойдет ей только на пользу, вот, вопрос в том, вопрос в том, да, как, как считаете вы, вот, вот, вопрос в том, как вы сами думаете, вот, понимаете, то есть вы считаете, что ребёнка, ребёнка нужно, значит, опекать, ну, вот, в её возрасте, да, и к чему это приведет, да, вот, ну, если вы будете её опекать, к чему это приведет? К тому, что, вот, она будет испытывать такое, вот, давление на себя, вопрос в том, хотите ли вы этого для неё, или нет, вот, в социальном плане, вы пишите, она несколько отстающий, отстающий от своего возраста, вот этот человек, ну, так, ей нужна помощь, ей нужна психологическая помощь для этого, понимаете? Ей нужно для этого что-то делать, ей нужно для этого как-то, как-то реализовываться, понимаете? Справляться с проблемами самостоятельно, вот, в данном случае, в данном случае, ваши заберительные отношения, вот, и если я, если я правильно понял, да, значит, ваши доверительные отношения, в данном случае, для неё, плюс, плюс отсутствие, значит, друзей, как я, опять же, понял, приводит, по сути, к её изоляции, вот, к её изоляции, и я боюсь, я боюсь, что эта изоляция, да, будет только расти, чем дальше, чем больше, вот, если вы не измените своего отношения к ней, да, если вы не будете создавать семейных коалиций, то есть она вот сейчас чувствует, да, что, это прям есть такая игра, да, семейная, семейные коалиции, я сейчас вот посмотрю, потому что, ну, игр много, я могу чтобы забыть, забыть какие-то аспекты, вот, я открыл, значит, так, супружеские игры, да, вот, ну, здесь нет такого, да, но я знаю точно, что в семьях, в семьях очень часто наблюдается вот этот вот феномен, вот, когда люди создают коалиции, и ваша дочь, ваша дочь, да, она, она, значит, она чувствует, она чувствует, она чувствует, что против нее выступает бабочка, вот, против нее выступает бабочка, а ее, ее, в отношениях, да, ее, ее в отношениях, ага, поддерживаете, поддерживаете вы, да, то есть это вот, а, такая, значит, коалиция, получается, и эта коалиция, деятельность, деятельность, такая, коалиционная, скажем так, убеждают ее, убеждают девочку, вот, неокрепчивая личность, в том, что она борется за правое дело, и позволяет думать, что кто-то другой, например, например, вот, например, там, допустим, бабочка, это человек, это человек, со знаком минус, знаете, вот, и на мой взгляд, это худшее, что вы можете сделать, для своей, дочери, 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 на мой взгляд, на мой взгляд, это худшее, что вы можете предложить своей дочери, такой взгляд на мир, когда есть кто-то минус, а кто-то плюс, если человек поступает, как-то вот негативно, да, ну, по отношению к, допустим, ней, то у дочери ваш, будет лучше, если у вашей дочери, будет какое-то мнение и восприятие на этот счет, понимаете? Резюмируя все вышесказанно, хочется сказать, что в первую очередь, в первую очередь, по вопросам, по вопросам решения проблем дочери, нужно работать лично с ней, вот. А что касается лично вас, то здесь уже ваши отношения, ваши ожидания, ваши решения, ваши решения, касающиеся дочери, да, надлежат исследованию. Потому что, судя там того, насколько вашей дочери, судя по всему, тяжело живется, да, с бабочкой, например, я полагаю, что гораздо более эффективнее, разумнее, правильнее, логичнее было бы обустройство ее где-то в... ну, в общежитии, вот. Бабочку вы поменять не сможете, это совершенно точно и совершенно однозначно. Бабочку вы поменять не сможете никак. Тут даже и пытаться не стоит. Значит, дочь ваша может защититься только сама. И основная мысль, которая, на мой взгляд, является здесь конструктивной, эта мысль такая, что бабушка далеко не самое сильное зло, какое может быть. То есть в жизни есть гораздо более тяжелые и трудные ситуации. Вам, Ольга, нужно более конкретнее сформировать свой запрос. Почему? Потому что... Потому что... Изменить ситуацию, да, вот, изменить ситуацию... Ум... Эм... Значит... Можно по-разному! Можно... Рядными способами, на самом деле, изменить ситуацию... Вот... Вопрос в том, вопрос в том, как именно, то есть с чем именно вы хотите работать? С собой, с бабочкой, с дочерью или со всем сразу? Если с бабочкой, то это требуется детальное изучение того, что с ней происходит, с ней и, собственно говоря, с вами и так далее. Это нужно понимать, что вы делаете, как вы делаете и для чего вы делаете. Далее, когда вы говорите о том, что вот я хотел бы, например, допустим, грамотно изменить ситуацию, когда вы говорите об этом. То есть, говоря грамотно, вы имеете в виду, ну, скорее всего, скорее всего, говоря грамотно, вы имеете в виду, что хотите сделать все так, чтобы, значит, ну, чтобы бабочке было неплохо, да? Чтобы дочери было неплохо, вот. То есть, по сути, грамотность здесь, это, на мой взгляд, как это видится мне, я не утверждаю. Это не желание платить, не желание платить цену, не желание платить цену за, значит, ну, за то, что вот вы хотите сделать. И тогда у меня возникает еще один вопрос к вам. Ага. Что вы готовы сделать для того, чтобы ситуация изменилась? Вот именно вы, что готовы сделать, на что готовы поступить, какую, если угодно, цену вы готовы заплатить, чтобы ситуация поменялась. Вот. Вот это, это тоже необходимо, тоже необходимо разобрать. Потому что, если вы не готовы ничего делать, или хотите, чтобы довольны были все, но я боюсь, что ситуация не изменится, я боюсь, что ситуация так и останется, она так и будет такой, вот, как она сейчас есть, вот. То есть, вас всегда будет останавливать что-то, вот. И по факту, по факту, вам нужно сделать выбор. Так же, как вы сделали выбор, вот, когда решили, значит, отправить дочь, да, одновременно и в институт, да. И, в то же время, значит, к бабочке. Это вот еще один важный пункт, на мой взгляд, который также необходимо учитывать, если вы хотите свою ситуацию, ну вот, разобраться с ситуацией. Вот. Мне кажется, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...